Уважаемые коллеги, хотелось бы сказать, что это в большом честь. Я очень благодарен организаторам за возможность выступить на этой конференции. Разрешите сделать вам доклад о методе выбора лечения изолированной региональной перфузии или ампутации при местно распространенных саркомах мягких тканей. Изолированная химиотерапевтическая перфузия – это метод временной изоляции пораженного органа с осуществлением в его пределах искусственного кровообращения и проведения химиотерапии с гипертермией. Изолированные органы – это конечности, а также возможно проведение перфузии легких, печени и алгорнов малого таза. В мире около 45 центров, где проводят данный метод лечения. Мировыми лидерами являются Институт Мустава Руссо в Париже, клиника в Антверпене и клиники в Нидерландах. Схема перфузии представляет собой создание замкнутого контура, в который включаются конечность, оксигенатор, перфузионный насос, контрольные датчики, давление, температура и оксигенация. Для проведения данной методики необходим оперирующий хирург, один или два ассистента, перфузиолог, радиоизотопный диагност, анестезиолог, операционная сестра и сестра анестезиология. Восточноевропейской группой по изучению Сарком в 2008 году был получен сертификат для проведения изолированной региональной перфузии. В проведении изолированной перфузии выделяются четыре этапа. Первый – это хирургический этап с формированием замкнутого контура и заданием режима аппарата искусственного кровообращения. Второй этап – это начало контроля сброса из изолированной региона в системный кровоток. Третий этап – это сама изолированная региональная перфузия в условиях умеренной гипертермии. И четвертый этап – это отмывание конечности с восстановлением целостности сосудистой стенки. Будет возможность у нас видео включить? Сейчас хотел бы показать, как это выглядит наглядно, что из себя представляет эта методика. В паховой области, в данном случае, пример перфузии нижней конечности, выделяется артерия вен, накладываются сосудистые зажимы, производится подключение сосудистых конюль к артерии и к вене, и в артериальную конюлю подается химиопрепарат в системно непереносимых дозах. Хирургический этап заключается в канализации магистральных сосудов с формированием замкнутого контура. Для нижней конечности возможно проведение перфузии на повздошном, бедренном и подколенном уровне. Для верхней конечности характерен подмышечный и локтевой уровень. Еще одно видео, пожалуйста. Как все это происходит интрооперационно, здесь тоже можно увидеть, что на этом слайде вы видите на выделенную артерию и вену накладываются сосудистые турникеты. После того, как турникеты установлены, скрывается просвет артерии, и в артерию вводится сосудистая конюля. Сейчас мы все это с вами увидим. Кровопротеря составляет по-разному, где-то в районе 50, может быть 100 мл. Вот мы видим установку артериальной конюли. После этого артериальная конюля фиксируется с помощью турникета. Следующим этапом хирург сейчас займется бедренной веной. Скрывается просвет. Конюля вводится в просвет сосуда. Также фиксируется с помощью турникета. В настоящее время оба сосуда конюлированы. После этого производится туалет раны, контроль установки сосудистых конюль. И конюли подсоединяются к магистралям и к аппарату искусственного кровообращения. И таким образом, конечность является полностью изолированной. Создан замкнутый контур, в рамках которого будет проводиться перфузия химиопрепаратами. После того, как конечность изолирована, мы обязательно производим радиологический контроль сброса утечки химиопрепаратов в системный кровоток. На онлайне монитора мы в онлайн режиме видим графики и видим утечку, есть она или нет. Максимальный уровень при использовании фактора некроза опухоль не должен превышать 10%, иначе изолированная перфузия не будет изолирована и смысла ее проведения как такового не будет. Вот именно в таком виде на графике мы видим кривую и уровень утечки, попадает ли лекарство в системную исконечности. Сама перфузия химиопрепаратами производится либо препаратом мелфолан в монорежиме в дозировке 10 мг на литр для нижней конечности, или 13 мг на литр для верхней конечности, или комбинацией мелфолана с фактором некроза в опухоли в дозе 1-4 мг. И четвертый заключительный этап – это отмывание конечности. Критерии включения пациентов в данный протокол. Первое – это гистологическое подтверждение наличия злокачественной опухоли, в данном случае это сарково-мягкие ткани, местная распространенность опухоли, невозможность произвести сохранную операцию, отказ больного от калечащей операции и удовлетворительное соматическое состояние больного по шкале Корновского, также отсутствие отдаленных метастазов. Также мы оценивали в этом исследовании шкалу локальной токсичности по Вибердинг. Шкала эта меняется от первой степени в отсутствие всяких реакций до пятой степени. Это обширные некрозы тканей, необратимые функциональные нарушения и при пятой степени токсичности необходимо проведение ампутации. Конкретно в нашем исследовании локальная токсичность в 67% у 21% была первой степени, в 30% второй степени, и только в одном случае локальная токсичность была пятой степени, и после этого было необходимо выполнение ампутации конечности. Системные побочные эффекты напрямую зависят от утечки химиопрепарата из изолированного контура в системный кровоток. Выделяются такие, как угнетение костного мозга, гастроинтестинальная токсичность, лихорадка, потеря волос, кожный зуд. Мы оценивали локальную токсичность по шкале common toxicity criteria. Нулевая степень в нашем исследовании была в 84% случаев, первой и второй степени в 15%. Данных показателей системной токсичности нам удалось достичь благодаря внедрению методики онлайн-мониторинга уровня утечки химиопрепаратов. В нашем исследовании у нас было две группы пациентов. В первую группу пациентов вошли 38 пациентов, которым была выполнена изолированная региональная перфузия. И вторую группу больных составили 36 пациентов, которым была выполнена ампутация конечности. По нашим результатам, общая 4-летняя выживаемость больных с сарковыми мягких тканей, кому была произведена изолированная региональная перфузия, составила 68%. И также 4-летняя выживаемость в группе больных, которым была выполнена ампутация, составила около 55,5%. Сохранность конечности в группе больных после изолированной перфузии наблюдалась у 29 пациентов, что составило 76%. Соответственно, в второй группе сравнения всем пациентам была выполнена калечащая операция. Рецидивы после проведения изолированной перфузии и операции спустя 2 месяца наблюдались у 7 пациентов, что составило чуть менее 20%. И метастазы наблюдались в обоих группах примерно в 20%. Сходные данные примерно были. Количество больных в нашем исследовании, кому проведили изолированную перфузию, было 38. Полный ответ мы наблюдали у троих пациентов, что составило 8% от общего числа. Частичный ответ был у 28 пациентов, что составило 74%. Стабилизация или прогрессирование, к сожалению, наблюдались у 7 пациентов, что выражалось в 18% от общего количества больных. Также мы оценивали степень лекарственного подморфоза. Из 36 больных 31 пациенту выполнено было иссечение опухоли, 1 пациенту была выполнена ампутация конечности. В 50% случаев отмечался подморфоз второй степени. У 14 пациентов, что составило 46%, отмечался подморфоз третьей степени. И в одном случае у пациента отмечался подморфоз четвертой степени. Степень лекарственного подморфоза также мы оценивали в зависимости от гистологического подтипа опухоли. При синавиальной саркоме лекарственный подморфоз второй степени наблюдался в 60%, лекарственный подморфоз третьей степени у 40%. При плеаморфной саркоме всего у нас было 7 пациентов с плеаморфной саркомой, лекарственный подморфоз у всех 7 пациентов наблюдался второй степени. При липосаркоме было 6 пациентов, в основном наблюдался подморфоз третьей степени. При миксе фибросаркоме 4 пациента, у всех 4 пациентов подморфоз второй степени. Леомиасаркоме было 3 пациента и достаточно хорошо опухоли реагировали на проведение изолированной региональной перфузии. была третья степень лекарственного патоморфоза. Также мы оценили степень лекарственного патоморфоза в зависимости от степени злокачественности опухоли. По нашим данным, что вполне соответственно с мировыми данными, чем более злокачественная опухоль, тем выше степень злокачественности, тем лучше она реагирует на проведение изолированной химиотерапии. Разрешите вашему вниманию провести несколько клинических примеров. Пациентка 68 лет, диагноз миксоидной липосарковой мягких тканей правого бедра, в состоянии послехирургического лечения. К нам пациентка обратилась с многоузловым рецидивом R6. У пациентки проведена изолированная региональная перфузия, и у данной больного мы наблюдали полный ответ на лечение. В настоящее время пациентка наблюдается без признаков рецидива. На данном слайде приведен наш единственный опыт проведения изолированной региональной перфузии пациенту мелфоланом в комбинации с фактором некроза опухоли. К нам пациент поступил уже с многоузловым рецидивом. Провели изолированную перфузию комбинации мелфолана с фактором некроза опухоли, оценили эффект через 6 недель, размеры опухоли сократились у пациента на 35-40%, и также отмечалось снижение воскулиризации. В послеоперационном периоде пациенту было удаление выполненного многоузлового рецидива, отмечался патоморфоз третьей степени злокачественности. На данном слайде приведен пример полного ответа на лечение у пациентки 65 лет. Диагноз ангиосаркома мягких тканей правой и верхней конечности – это радиоиндуцированная ангиосаркома на фоне лимфостаза. У пациентки была выпадана изолированная перфузия, и через 2 недели по данным ультразвукового обследования условия образования в подкожной клетчатке не определялись. Также сейчас мы занимаемся такой проблемой, как саркома Капоши. Данное заболевание представляет собой неоднородную группу больных, и при местно распространенных опухолях нет четко выраженного алгоритма лечения. Мы провели анализ литературных данных данной проблемы. Не так много публикаций, не так много специалистов занимается лечением этой проблемой. Было исследование 1999 года из Израиля. Небольшой опыт, всего 5 пациентов в этом исследовании рассматривается, кому проводилась изолированная перфузия при местно распространенной саркоме Капоши. И также исследование из Бризденой Австралии, тоже начало 2000-х годов, тоже небольшое исследование. И мы решили заняться этим вопросом. В настоящее время у нас есть только один клинический пример. Пациенту 43 года, местно-диссиминирно-саркома Капоши, правой и верхней конечности. Около года назад этому пациенту была выполнена изолированная регионерная перфузия. Через 2 месяца мы отметили частичный эффект в виде уменьшения наиболее крупных узловых образований и полного исчезновения мелких. В настоящее время уже год прошел после операции, пациент находится под контрольным наблюдением, присылает фотографии и в настоящее время заболевание у него не прогрессирует. Практическая значимость данного исследования заключается в том, что с целью улучшения результатов лечения и в первую очередь с целью улучшения качества жизни больных сарком и мягких тканей может быть использована процедура изолированной химиотерапевтической перфузии конечности препаратом мелфолан, протекающего в условиях гипертермия. В заключение хотелось бы выделить несколько основных моментов. Первое, что нами был разработан и внедрен в клиническую практику оригинальный метод онлайн-мониторинга, который позволяет снизить уровень системной токсичности благодаря контролю уровня утечки химиопрепаратов системный кровоток. Второй пункт, изолированная региональная перфузия, является эффективным методом лечения пациентов сарком и мягких тканей, который может быть с успехом воспроизведен в федеральных онкологических центрах Российской Федерации. Перспективами данного метода развития для нас является перфузия легкого, перфузия органов малого таза, печени, перфузия конечностей при саркомах кости. Спасибо за внимание. Спасибо, Николай Сергеевич. Пожалуйста, вопросы. Степень патоморфоза, по какой классификации Вы оценивали степень патоморфоза? По Лавниковой или по другим каким-то авторам? Спасибо. Спасибо за вопрос. Сейчас я затрудняюсь ответить на Ваш вопрос. Степень патоморфоза оценивали наши гистологи. Сейчас не могу Вам сказать, по какой именно. Александр Александрович, поможет? Хубас. Добрый день. Вас устраивает? Хубас. Правда, мы как хирурги не видим разницы. Спасибо. Вот тоже было... Очень много... Очень большие дискуссии идут, надо ли вообще этот термин применять, или что надо говорить о том, что имеется ответ организма на... Спасибо. Ответ организма на проведенное лечение. Это и в особое значение в настоящее время при колоректальном раке, когда имеется полная регрессия. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста. Добрый день. Можно вот тоже еще один вопрос относительно лекарственного патоморфоза. В нашем центре мы, например, не можем определить лекарственный патоморфоз сырком мягких тканей, поскольку невозможно отличить лекарственный индуцированный патоморфоз, допустим, от спонтанного некроза. Может быть, какие-то лучевые методы диагностики дополнительно применялись для оценки? Или Вы просто доверяете заключению Ваших гистологов? Спасибо большое за вопрос. Вопрос Ваш интересен. В первую очередь, конечно, после проведения самой методики, через 8 недель мы обязательно проводили контроль МРТ, оценивали данные магнитно-резонансной томографии, и после удаления материала также оценивали патоморфозы. Наши патологоанатомы работают вместе с лучевыми диагностями. У меня нет оснований не доверять нашим специалистам. Здесь можно я даже такой комментарий дам. Это тоже древний вопрос. И, как говорит доктор Флетчер, который возглавляет патоморфологическую лабораторию, по-моему, сейчас это Дэйна Фарбер, и основной такой саркомный морфолог по мягким тканям, он говорит, если глаз есть и опыт есть, то различия увидишь. А вот следующий вопрос, а надо ли это смотреть? Это тоже вопрос. Потому как, когда пытались экстраполировать эти данные на костные опухоли, и провести корреляцию между наличием, предположим, 90 и более процентов некроза и отдаленными результатами при саркомах мягких тканей, это не вышло. Когда брали патоморфоз первой степени и влияние на отдаленные результаты, это заключение было получено, что если его нет, то все плохо, и ожидаемые результаты онкологические тоже будут хуже. Мы делали работу в онкоцентре, мы взяли наличие 50% некроза и, в принципе, получили статистические различия влияния этого показателя на отдаленные результаты. Ну и дальше, соответственно, все то же самое, но к перфузии. Спасибо. Еще вопрос. Николай Сергеевич, у меня вопрос. Там в случае пациентов, где вы показывали тотальный некроз в опухоли, это что за опухоль была? И препарат один мелфолан был или комбинация? У нас был единственный опыт, когда мы получили патоморфоз четвертой степени, это комбинация мелфолана с помощью, с фактором некроза опухоли. Нет, 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 у вас до ТНФ-альфа был еще один случай. Еще у нас был один случай, и у нас было два сходных ситуации. Это радиоиндуцированные ангиосаркомы на фоне лимфостаза у двух пациенток. Это верхняя конечность. Но у вас еще была нижняя конечность, если вы показывали. На нижней конечности полный ответ. Мы также однажды наблюдали у пациентки с миксоидной липосаркомой на бедре этой пациентки. Мы привели изолированную региональную перфузию. После операции, после перфузии отмечался полный регресс опухоли. Но тем не менее, мы этой больной в любом случае все равно выполнили удаление футляра, где локализовалась опухоль. И в настоящее время пациентка наблюдается без признаков рецидива. Там один мелфолан был? Там был один мелфолан, да. Спасибо. Пожалуйста. Я что-то не заметил в вашем докладе пациентов после перфузии оперированных и вновь возникшие рецидивы. Сколько было после этого рецидива? В нашем исследовании у 7 пациентов возникли рецидивы после изолированной перфузии, удаления опухоли. У 7% возникли рецидивы всего было? У 7 пациентов или у 7%? У 7 пациентов, что составило от 38 больных, что составило около 18%, 18% были рецидивы. Рецидивы? Да, эти данные, они соответствуют с мировыми. Это хорошо. Теперь вопрос такой. Сколько всего было и с мягкотканами, и по поводу меланомы вы еще проводили? По поводу меланомы у нас мягкотканных в настоящее время 38 пациентов, по поводу меланомы 46, 47 даже пациентов. Хорошо. И последний вопрос. Вы говорили о саркоме Капоши. Да. Предполагаете ли вы этому пациенту, как вы помните, на обходе мы с этим столкнулись, и была выдвинута идея, давайте проведем перфузию. Вот этим пациентам, наверное, есть смысл проводить повторные, по литературным данным, больным с саркомой Капоши проводятся повторные перфузии. Как вы смотрите на это? Моя Журища, на это мы смотрим абсолютно с вами согласны. Данный больной у нас находится под наблюдением, мы его также обсуждаем с Александром Александровичем Феденко, каждый раз, когда он к нам приезжает. И по данному больному у нас разработана следующая тактика. В случае прогрессирования болезни, если очаги начинают расти, больной уже тоже об этом предупрежден, он готов к этому. В случае, если очаги начинают расти, прогрессирование, мы ему проведем повторную перфузию. Я не согласен, это неправильные данные. У вас, кроме ваших данных, опыта, который выражается в одном пациенте, и у Александра Александровича, и у Тимура Кабаевича тоже, это единственный больной. Посмотрите мировой опыт. Насколько я читал, по этому больному с саркомой Капоши, им проводятся в плановом порядке, неоднократные, не двукратные, они однократно и терапевтически проводятся, до полного патоморфоза, с биопсией отдельных узлов. Дайте, пожалуйста, в следующий раз, более развернутую картину с саркомой Капоши. И последний вопрос, это что вы вообще думаете, как долго мы будем заниматься перфузией мелфолана? Уже не первый год мы говорим о регистрации, об отечественных препаратах. Как сейчас этот вопрос решается? На этот вопрос ответить мне не очень легко, но ситуация, как я знаю, следующая. Мы добились некоторых результатов, которые, но это, к сожалению, совсем не потолок этой методики. И если мы сможем проводить перфузию комбинации мелфолана с фактором некроза опухолей, то нам удастся достичь лучших результатов. Я бы вам что рекомендовал. Это не так часто происходит. Этих больных надо в Минздраве есть такая отдельная направленность по уникальным случаям или редким случаям. И на этот случай можно заводить препараты. Этот опыт есть у детского института для отдельных локализаций препаратов, которые не были разрешены. Для этого нужно проведение консириума и письма в Минздрав. А дальше они рассматривают, и это при более активном действии врачей и пациента можно получить разрешение на отдельное применение этого препарата, фактора некроза опухолей. Можно я подключусь, Мамед Джаванович? Вы задавали, Николай Сергеевич, вопрос в отношении кратности проведения изолированной перфузии. Дело в том, что такой опыт есть, и уже он достаточно большой опыт. Если поначалу это было как-то насторожено, то сейчас есть уже пациент, особенно это касается местной дисциплинированной меланомы, где сейчас включается как стандарт, стандарт – это две перфузии с интервалом в 3-4 месяца, с биопсией обязательно. У нас тоже есть группа, небольшая группа, сразу оговорюсь, 10 пациентов, которые проводили по две перфузии, и есть одна пациентка, только пока одна у меня такой опыт, это три перфузии, и у которых безрецидивная и общая выживаемость 5 лет. Сколько повторных перфузий у нас? Ни одной пока не было выполнено. Поучитесь. Надо в плановом порядке, в лечебном порядке вместо диссеминированных пациентов, конечно, делать. Но не спорадически так, что появился рецидив, будем проводить, нет, должно быть плановое лечебное. Я понимаю, Игорь Мамеджа Мач, дело в том, что это, скажем так, внутренний профессиональный страх, который надо перебороть. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, еще вопрос. Да, Григорий Владимирович. Еще у меня вопрос по поводу саркома капоши. Какие-то металлологические особенности при поведении перфузии были у вас при саркоме капоши? Может быть, вы редуцировали дозировку? Может быть, вы в какой-то состоянии комбинированной терапии сейчас ведете пациента? Были какие-то особенности? Или в общем порядке, как мелфолан был, так и мелфолан? У нас был мелфолан, других лекарств у нас не было. А по поводу дозировок мы не редуцировали дозировки, мы проводили максимально возможными дозировками, такими дозировками, которые позволяли избежать выраженной локальной токсичности. Максимально возможными. И в дополнение к вопросу, Григорий Владимирович, я понимаю, что вы сказали, что не были, но были ли попытки вами заменить мелфолан на другие препараты, как, например, цисплотин или доксорабицин? Нет, мы по протоколу, который у нас в утвержденном институте, у нас рассматривается проведение перфузии исключительно мелфоланом. Спасибо. Кому еще вопрос удобный? Спасибо. Спасибо.